Часто производитель в комплекте с машинкой прилагает небольшой флакон масла, поэтому, если к вашей машинке масло прилагалось, лучше всего смазывать детали машинки именно им. В магазинах вы можете найти огромное количество различных видов масел, оно может быть таким во флаконе. Не бойтесь, что такой вид масла будет протекать, вам просто необходимо немного надсечь верхушку крышки, а после вы сможете закрывать ее дополнительным клапаном, который, правило, прилагается к крышке. Не отрывайте его. Не стоит экономить на масле для машинки. Выбирайте хорошее, очищенное. Ни в коем случае нельзя смазывать машинку растительным маслом или автомобильным. В долгосрочной перспективе это только навредит вашей машинке и сократит срок ее службы. Также в магазинах можно найти масло в виде спрея. Как правило, к такому маслу прилагается трубочка, насадка. И благодаря этому масло распыляется не только плавно, равномерно, но и в определенной точке. Также для того, чтобы подготовить машинку для смазки, нам необходимо будет открутить некоторые детали. Для этого нам потребуется отвертка. Зачастую отвертки такого вида прилагаются к машинке. Помимо этого нам обязательно потребуется щеточка для очистки машинок от пыли. Такие щеточки тоже, как правило, идут в комплекте с машинкой, либо их можно купить отдельно. В крайнем случае вы можете очищать машинку жесткой художественной кистью, либо зубной щеткой. Ну и потребуется маленькая чистая сухая тряпочка. Прежде всего, нам необходимо отключить машинку и можно освободить ее от ниток, для того, чтобы нам ничего не мешало. Выдвижной столик или коробку в передней части машинки также можно убрать. И нам необходимо открутить и удалить лицевую панель. Как раз за ней скрыта основная часть детали, которую нам необходимо смазать. Аккуратно удаляем и хорошенько, тщательно очищаем щеточкой все детали. Как правило, в комплекте с машинкой также идет инструкция, в которой вы можете найти указание мест для смазки. Но если такой инструкции у вас нет, то запомните правило. Нам необходимо смазать главным образом те детали, которое движется. К примеру, деталь игловодителя и нити водителя. Достаточно будет по одной капле на каждый узел, на каждую деталь. Либо при использовании спрея можно тонким словом распылить масло поверх деталей. Ни в коем случае не смазывайте обильно. Масло не должно течь с машинки. Если увидите, что с детали капает масло, значит масла было слишком много. Смазали все движущиеся детали за лицевой панелью и можем аккуратно закрывать панель. Также вы можете увидеть, что в нижней части игловодитель также соприкасается с деталями. Это место можно смазать дополнительно еще одной каплей масла. А можно и вовсе не смазывать, поскольку масло сверху все равно стечет вниз. А теперь можно спускаться ниже. Смажем детали челночном отсеке. Открутим и аккуратно снимем игольную пластину. Следите за тем, чтобы игла была поднята. Игольную пластину сразу же можно протереть сухой чистой тряпкой. И достаем деталь шпуля-держателя. Почистим шпуля-держатель щеткой, а также деталь челнока и детали вокруг. Здесь нам потребуется одна капелька в самый центр челнока. Ни в коем случае не больше. Такую процедуру следует повторять не чаще, чем раз в полгода. Капля в центр челнока равномерно распределится и все необходимые детали челночного отсека будут смазаны. Также можем одной каплей смазать ободок челнока, но это не обязательно. А теперь ставим деталь шпуля-держателя в челнок. И нам необходимо, чтобы рычаг, вот эта маленькая часть шпуля-держателя, встал рядом со стопором в челноке. Посмотрите, стопор не дает шпуля-держателю двигаться. На этом смазка челночного отсека завершена. Закрываем игольной пластиной и закрепляем ее винтами. Протрем машинку чистой сухой тряпочкой, но на самом деле необходимости в этом быть не должно. Если вы смазали машинку правильно и не слишком обильно, никаких масляных капель у вас быть не должно. Ну а теперь включим машинку и прошьем в холостую без ниток и без ткани для того, чтобы масло распределилось и прошло по всем механизмам. Ну а далее можем прошить ткань, но без ниток. Для того, чтобы проверить, не остаются ли масляные пятна на ткани. Если вы все сделали правильно и масла было не слишком много, то ткань должна остаться чистой.